Представителями администрации обсуждался главный вопрос. Объединение всех участков аллеи Героя Советского Союза Александра Белякова в одну большую зеленую зону и присвоение им статуса городского парка. Многие земельные участки аллеи в соответствии с действующим генеральным планом находятся вне зоны реакционно-ландшафтных территорий. Для того, чтобы прийти к созданию полноценной парковой зеленой зоны, по инициативе администрации города были сформированы земельные участки и вынесены предложения о внесении изменений в генеральный план по конкретным участкам. Таким образом у нас здесь получится весь массив, который сейчас в принципе, он сейчас и занят зеленым саждением, весь этот зеленый массив, но он приобретет статус парков, скверов, бульваров и будет защищен генеральным планом и соответственно в последствии внесены изменения в правила землепользования и застройки. Один из земельных участков аллеи Белякова на настоящий момент не приобрел статус парковой зоны. На нем планировалось строительство многоэтажного дома, но силами администрации города ситуация кардинально изменилась. 7 мая 2020 года, то есть относительно недавно, на комиссии по застройке был положительно принят вопрос об изменениях в генеральный план, как раз касающийся вот этого земельного участка. 53-61. Вот это основное, что приближаются изменения в генеральный план. Администрация города изыскала возможность на свои средства подготовить проект по внесению изменений в генеральный план. Для того, чтобы все земельные участки аллеи Белякова приобрели статус парковой зеленой зоны, необходимо пройти процедуру публичных слушаний. Первый этап – это внесение изменений в генеральный план. Второй этап – внесение изменений в правила землепользования и застройки. Конечный этап – утверждение всех материалов Рязанской городской думы. Сейчас главная цель представителей администрации города – присвоить всем участкам аллеи Белякова статус парковой зоны, для того, чтобы здесь традиционно проводились военно-патриотические мероприятия. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».